Вот хочу вам показать, значит, вот мост, если кому видно, собирается пробка. Вот, надо отсюда побыстрее сдергивать, иначе придется сидеть здесь до темна. Почему? Потому что это люди, которые вот в длинные выходные, у нас сегодня праздник, понедельник, возвращаются с пляжей, и сейчас будет, это единственный мост, откуда все это переезжает. Вот, надо побыстрее отсюда сдергивать, чтобы не попасть в многочасовую пробку. Вот, так что мы сейчас поедем. Ну вот, сев в машину, с Богом, как говорится, будем потихонечку выдвигаться в сторону дома. А вот, я вижу, Сережа приехал на своей машине, но я к нему не подошел, к своему земляку, это вот хозяин Бенетушки. А вот, это вот, таким макаром, потихонечку, потихонечку поедем в сторону дома. От моей Марины до моего дома час езды, соответственно, я эту дорогу снимать не буду. У меня, в принципе, стоит регистратор, с которого можно снять эту информацию, но по пути кое-какие красивые места я вам все же покажу. Вот, это вот выезд с нашей Марины, значит, температура на улице 86 градусов, это минус 32, получается 54, напополам, это получается 27 градусов тепла. Ну, это очень грубый подсчет с Фаренгейтов на Цельсии. Вот, выпустили, здесь, если вы помните, мы гуляли. Вот, и, да, пробочка собирается, надо мне поскорее двигать отсюда колеса. Сейчас покажу просто вам выход с Марины. Тут масса ресторанов здесь, крабовые рестораны. Здесь очень много Марин. Такой же, как наша. Наша, считается, самая большая здесь Марина. И вот сейчас я на этот мостик заеду. Это вот наша Марина. Проезжаем. К сожалению, не видно из-за деревьев. А вот. И сейчас повернем налево. И вот на этот мостик заберемся и поедем. Прямая дорога до дома. Вот, сейчас люди гуляют в шортиках. Я сегодня еще так жарко что-то оделся. Джинсы. Бубашка темная. Надо было посветлее, полегче одеться. Вот. Так что покажу вам начало американских пробок. Это еще совсем не пробка. Но как бы тенденция к тому, чтобы где-то встать так эдак на часик, на два. Это очень даже может уже и произойти. Поскольку машин едет очень и очень много. А вот. Ну, здесь пока ничего интересного не будет. Дальше я вам интересное будет покажу. Вид сверху на нашу марину. Вот так она выглядит с моста. Это вот другая часть. Там это вот, к сожалению, не видно из-за поребрика. Это частные слипы. Где они продаются, покупаются. Стоят недорого. Обслуживание в год тоже недорогое. Я, в принципе, подумываю. Надо прикупить себе, чтобы не мучиться, не снимать. Это вот такая речка у нас. Вот туда чуть дальше. Это выход уже в залив. В часапик. А вот, как вы видите, люди на воде отдыхают. В принципе, многие берут еще дополнительно день-другой выходных. Для того, чтобы просто никуда не торопиться отдохнуть. И потом спокойно, без пробок, вернуться к себе домой. Вот такая вот пробочка перед нами. Небольшая в три линии. Все, в принципе, бампер к бамперу. Ну, чувствуется, будем ехать дольше, чем час. Так что, пока прерываюсь. Ну, вот это подъезд к очень знаменитому и очень живописному месту в нашем штате. Это называется Chesapeake Bay Bridge. Мост протяженностью 6 сухопутных миль через самое узкое место залива Chesapeake. Это штат Maryland. А вот это вот такой вот подъезд. Сейчас ближе подъедем и покажем. Надеюсь, будет красиво видно. Скорость маленькая. Можно будет что-то рассмотреть. И, в принципе, это очень-очень красивое место. Очень живописное, очень красочное. Высота этого моста, по-моему, что-то около 40 метров. Или даже больше. В самой высокой точке. Вот там чуть-чуть видно. Вот сейчас мы заезжаем. Это вот начинается наш залив Chesapeake. Это, причем, я повторяюсь, это самая узкая точка этого залива. Это 6 миль. Вот. Вот пробка. Вот там стоят сухогрузы на рейде. Ждут входа в Балтимор. Это торговый пассажирский порт штата Мэриэлленд. Достаточно большой. Очень загруженный. И вот мы, в общем-то, начинаем подниматься на этот мост. Надеюсь, вам что-то видно. Очень много парусных судов. Хороший ветер небольшой. На заливе присутствие... Большое присутствие частных маленьких моторных и парусных яхт. Люди катаются, отдыхают. А мы, чтобы избежать пробки, валим отсюда домой побыстрее. Потому что ночью домой возвращаться не хочется. Так как завтра рабочий день. И надо ехать на работу. Вот мы заехали. И потихонечку-потихонечку поднимаемся на этот мост. Вот такой вот обзор. Там вот сухогруз какой-то идет. Если вам видно... Надеюсь, что вам видно. Надеюсь, вы разделяете красоту всего того, что вокруг меня сейчас. Ну а передо мной, соответственно, пробка. Не московская, как говорится. Ну и хорошего тоже мало сидеть в таком движении. Вот. Просто покажу вам, что да как. Все здесь вокруг. Прямо вот. Прямо вот. Еще раз повернусь сюда. Покажу, там сухогрузики на рейде стоят. Такой вот у нас мостик. Еще не самая высокая точка, но уже высоко. Вот там парусники ходят под брусами, если вам, конечно, видно. Погода просто изумительная. Тепло, не жарко. На небе там маленькие перистые облачка такие вот. Еще раз, пока машин нету, к сожалению. Если вам видно, хотя там, может быть, все засвечивает против солнца, тяжело снимать. А вот. Вот такой вот мост. Наш. Начинаем подниматься еще выше в самую высокую часть. Это вот фарватер, где проходит. Сейчас тут подзасвечивает немножечко камеру. Против солнца снимать тяжело. Подрегулирую немножечко яркость, попробую на ходу. Тяжело вести машину и работать с гимбалом, с камерой. Вот. Еще раз вид слева. Это вот там все сухогрузы стоят на рейде. Такие паромы там огромные. Кстати, отсюда вот грузят, большое количество отсюда грузят лодок на специальные корабли, которые перетаскивают их в Средиземное море. В Испанию, насколько я знаю, и в Германию, в Гамбург отсюда. Но эта цена, конечно, достаточно щекотливая. Что-то в районе, типа, вот за мою лодку 36 фит, это почти 12 метров. Стоимость перевозки на палубе такого парохода будет стоить порядка 35 тысяч бакинских рублей, долларов. А вот, еще раз вам покажу. Достаточно загруженное место. Люди путешествуют на своих парусниках, моторных лодках, отдыхают. Вот. Такие вот виды. Мы постепенно-постепенно приближаемся к самой высокой точке, фарватеру, где проходит весь этот коммерческий... Кстати, на ходу идет паром. Насколько я вижу, вот этот паромчик, вот он сейчас будет под мостом, под этим проходить. Вот. Идет разгружаться. Что-то везет к нам. Вот. Так что, ну, сниму полностью весь мост, чтобы просто красиво было. По мосту, как вы видите, пешком пройтись абсолютно невозможно. Один раз в году устраивают марафон. Это когда люди просто либо идут, либо бегут в обе стороны. Сначала по той стороне. Это перекрывается весь мост на сутки. И потом в обратную сторону, вот они бегут обратно. Значит, это вот мы сейчас находимся в самой-самой... Вот сейчас вот когда эти ванты, или как они там правильно называются, вот они спускаются вниз, это вот самая высокая точка этого моста. А вот высота, как вы видите, достаточно серьезная. К сожалению, плохой вид. А вот... Тут вот. И вот мы уже потихонечку начинаем спускаться с этого мостика. Вот он такой вот туда идет. Это вот дорога в город Анаполис, который по праву называется яхтенной столицей Соединенных Штатов Америки. Если я не ошибаюсь, я, конечно, еще раз проверю эту информацию, но, по-моему, в городе Анаполис на квадратный километр самое большое количество яхт и судов любого класса, чем где-либо в мире, включая Монако. А вот... Встали, стоим. Вот если видно, с другой стороны там против солнца, хотя тяжело снимать. Очень много яхт в заливе, очень много моторных лодок, яхт моторных. Находится сейчас на воде, люди развлекаются, отдыхают. Ветер прекрасный, погода чудесная, волны нет. А вот там и едем домой. Ветерjem. Ветерекам. Ветер matière. Адрес. Еще раз просто в сторону Очень интересная марина Для маленьких судов Вот здесь вот прямо Если вы видите Такой маленький заход Канал Такая дюна навалена каменная И вот туда заходят Маленькие-маленькие суда Там до 30 фит Там они на трейлерах Подымают их из воды И ставят на трейлер И везут домой Вот это вот национальный парк Там если вам видно Это пляж у нас такой Люди отдыхают там под зонтиками Купаются Как говорится Все Вода теплая еще Воздух хороший Теплый 27-28 градусов тепла сейчас Влажности никакой абсолютно нет Очень-очень-очень Очень-очень Хорошо и красиво Вот мы спускаемся с моста И попадаем на материковую часть Восточного побережья Соединенных Штатов Америки Вот пересекли этот мост Едем дальше Ну вот еще одно очень красивое место Это вот мы подъезжаем к мосту Который Находится Переходит Переправляет нас через реку Северн Это очень судоходная река Вот я вам хочу показать Вот кстати Чух-чух идет Типа Барабаса Очень много здесь Судоходства И вот в той стороне Это Анаполис Если вы видите Количество Кишащих там Корабликов Это просто что-то с чем-то Вот такая вот речка Пресная вода Значит она впадает в залив И в общем-то вот Такая вот красота Коротенький мостик Маленький И вот Уже выход Если вы видите Город Анаполис Это столица штата Мэриленд В котором я и проживаю На протяжении 32 лет Чем славится столица Нашего штата Что здесь находится Знаменитая Военно-морская академия Анаполисовская Где в общем-то Готовят высококлассных Специалистов Военных моряков Которые впоследствии В общем-то служат В военно-морском флоте Соединенных Штатов Америки Вот Ну все Сейчас дальше Будет просто дорога Ничего интересного Если что-то будет интересное Я вам обязательно включусь И покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok